Есть такие популярные консультанты слайды общечеловеческие, в данном случае это модель зрелости данных. Речь идет о том, что когда у вас есть некие сырые записи, ненормализованные, то уровень понимания и эффект от использования такой информации в виде сырых данных достаточно низкий для процессов аналитики, для управления, для оптимизации. Соответственно, по мере вашего понимания структуры этих данных можно применять механизм нормализации, классификации, группировки, таким образом обобщать информацию, получать некий эффект от использования этих данных. Затем появляется такое стандартное пожелание отчеты, то есть замороженные какие-то формочки, которые показывают выборки этих данных во времени. И, собственно, новый уровень информации и знаний по объектам управления начинается с того, когда появляется механизм моделирования с использованием данных, с использованием информации по оборудованию, других каких-то параметров. Делается процесс такое моделирование. Соответственно, на базе этой информации происходит прогнозирование будущего и оптимизация. Я думаю, слово Big Data уже все услышали, да, чуть ли не по первому каналу про это рассказывают. Сейчас в нашей области, в области обслуживания, ремонта, диагностики оборудования, ну, начинается бум, который называется «большие данные». То есть, когда, собственно, на базе какой-то сырой информации, несвязанной, формируются прогнозы относительно состояния оборудования в будущем. И на базе этого делаются стратегии уже прогнозного обслуживания с учетом этих данных. Ну, слышали, да? Может, кто-то уже этим занимается. В России даже есть комитет по промышленному интернету. Сейчас вовсю развивается тема внедрения больших данных в России. В нашей методологии подготовки данных есть три такие сущности – оборудование, типовые техкарты на ремонты и данные по надежности. Соответственно, мы рассказываем именно о том, как, с нашей точки зрения, строится любая информационная система, описывающая структуру оборудования. То есть, из каких элементов строится описание объекта, в данном случае синенький объект, единица оборудования. И, казалось бы, для описания одной единицы оборудования достаточно много таких сущностей, которые нужно описать с точки зрения его иерархии расположения в организации, с точки зрения его классификации. Новая тема, которую мы на семинарах пытаемся хотя бы обсудить – это иерархия функции, поскольку у большинства сейчас уже развивается тема управления надежностью. И понимание функций, которые выполняет оборудование, тема в структуринице, она вообще-то нетривиальная. Соответственно, вот эта вот первая картинка – это описание объектов базы данных оборудования, то есть статическая такая база. Второе направление справочников, нормативно-справочной информации, которая вызывает неподдельный интерес у людей, занимающихся внедрением – это типовые нормативы, техкарты, сметы и прочие вещи, необходимые для планирования работ по обслуживанию и ремонту оборудования. То есть с этой точки зрения, опять-таки, на нашу одну единственную оборудование можно в зависимости от сложности задачи навешать, как сейчас говорят, массу сущностей справочных, которые позволяют унифицировать процесс нормирования работ и планирования. То есть мы обычно применяем термин воздействия, с учетом того, что есть, кроме ремонта, вслуживания, диагностика, поверки и прочие вещи плановые. То есть, соответственно, задача проектной группы – это найти источник информации и создать эти вот типовые, скажем так, нормативы на ряд оборудований. Основная проблема при создании нормативов – это на что мы создаем нормативы. То есть вот сверху показаны, скажем так, возможности группировок создания этих нормативов, начиная от единицы оборудования, кончая там целыми классами. Опять-таки задача МСИшника – это понять уровень группировки, который позволяет действительно управлять этой информацией единообразно. Это что касается техкарт. Самая увлекательная тема на наших проектах – это взбираться с дефектами. Здесь показана такая простенькая диаграммка, которая описывает, по моему опыту, практически все сущности, необходимые для введения данных по надежности. Те справочники или записи, как мы договорились, которые необходимо зарегистрировать для того, чтобы управлять надежностью, а именно собирать статистику событий-симптомов-дефектов, для того, чтобы с точки зрения анализа надежности выявить корневую причину дефекта и придумать мероприятие, стратегию по предотвращению. То есть разбор вот этого, скажем так, дерева занимает в проектах от месяца до… По-моему, здесь коллеги Северстали есть, инженеры по надежности. Они могут нам рассказать, сколько времени у них занимает этот процесс, сколько занимал процесс у них. То есть там дана система правильной надежностью, соответственно, это заняло порядка пяти лет, с тем, чтобы саму систему не дать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова